18 часть мы начинаем в кабинете доктора у винтер ботом после сеанса гипноза который позволил нам продвинуться немножко дальше в нашей памяти нам стали доступны новые диалоги с ней и с них мы начнем сегодняшнюю серию добро пожаловать госпожа доктор что тревожит твое сердце эдриан у нас есть три диалога видение письмо из ватикана и портал давайте по порядку у меня продолжительные видения примерно уже три дня что это может значить я бы сказала это значит что медикаменты на вас плохо влияют также может быть что будоражащие события последних дней со временем вытеснили изображение прошлого так или иначе мы на верном пути оказывается моя семья имела связи с ватиканом это довольно старый дворянский род здесь нечему удивляться не так ли ну не знаю я например не менее удивлен чем эдриан связи с ватиканом это уже разговор на высоких уровнях и портал существуют порталы которые я должен отыскать это входы в таинственное место которое является причиной всех зол что вы говорите кто вам сказал такое виктория незадолго до ее смерти возможно это были фантазии может быть она не знала о чем говорила эдриан мне кажется трудным поверить существование некого таинственного места которое вы должны искать это столкнет вас с нужного пути это не вопрос веры это место действительно существует я думаю нам нужно увеличить дозу с 60 до 90 миллиграммов я действительно думаю что это поможет не нужно было но не нужно было наверное о порталах говорить с доктором не понимает она не верит она эдриану я ни в коем случае не ставлю под сомнение его мотивы благие помочь нашему герою и все же она конечно же воспринимает его как больного и все-таки о таких вещах но как мы видим диалог не приносит никаких плодов у меня нет к ней вопросов так ну и у меня нет вопросов тогда давайте друзья посмотрим что у нас тут ничего нового только мусорное ведро это не результат или моих показаний там лежат и на окне мирно постукивают шарики посылающие аддитивные интегралы движения механической системы он мистер майклс хорошо что я вас встретил я уже хотел вас искать меня зачем кого-то снова убили пока не совсем ясно по крайней мере впереди части замка убить человек на вашем земельном участке что шутите зак я никогда этого не делаю мистер майклс идемте к замку там инспектор поговорить с вами я иду внезапно очередная очередная смерть врывает нас вот вы пришли что скажете именно здесь грегори был убит но тело уже увезли прямо под каменным черепом поделать было ничего невозможно я полагаю спектр хотел поговорить со мной за и он уже пришел и ждет меня в замке верно похоже на то кто впустил его замок и какой он имеет право ждать эдриана там когда в замке никого нет это переходит все границы ложкин много себе позволяет оставлю его в покое я увидел только одно предложение из записи эдриана теперь я узнаю все тайны когда мы получили замок и сразу представил его настрой когда он это писал во время сегодняшнего сеанса гипноза я видел тот же сон что и вчера но в этот раз в той яме я увидел созвездие доктор винтер ботом и считает что это корона но я не разбираюсь в созвездиях вообще вместо трагедии ну сказать что это случайность я не могу зная какая чертовщина творится в этом замке череп череп и вообще наверное размажил несчастного рабочего а а ведь он только получил зарплату это кровь кровь края не могу поверить что он мертв убит черепа мертвеца непонятно а это еще что такое черная плесень странно мне всегда казалось что плесень предпочитает влажные труднодоступные места непонятно почему она растет прямо на открытом воздухе а замок кажется потихоньку сгнивает самое время чтобы его отстроить лучше убрать его отсюда и окончательно еще сегодня до несколько часов назад буквально мы общались с грэгом здесь фронт работ для него определили выплатили ему зарплату и вот его больше нет это жутко друзья надо будет поговорить со стивом но сейчас вряд ли он настроен разговаривать лучше бы его утешить тут бутылка с помощью вот этого они с грегори хотели очищать фасад это промышленный очиститель так много предубеждений я видел только на склянках с кислотой возьму его с собой здесь еще щетка этого должно быть достаточно для очистки предупреждений я сказал предубеждений друзья предупреждений конечно же так рисунок созвездия этот чертеж я сделал с доктором винтер ботом во время сеанса это приблизительный рисунок созвездия который я видел во сне раз в три месяца приходили квитанции на 6 тысяч фунтов никаких указаний от кого сказано только что получено наличными но мы-то с вами знаем друзья хотел я посмотреть на чистящие средству и средства и щетка набор для очистки дружеский кредит от работников цеха я здесь вижу канистру перфоратор будем собирать лучше обсудить это со стивом прежде чем без спросу взять его вещи перфоратор я не знаю как эта штука называются но с певи и с ее сверлил отверстие в стене большой тяжелые производят много шума тим таллер сказал бы хрррр мужская игрушка с бензиновым двигателем но по словам на дисплее баг пуст сначала нужно достать бензин прежде чем я утащу ее Стив Да? Можете рассказать, как именно произошла авария? Каменный череп свалился на Грэга сверху Да, так я и полагал, но как это могло произойти? Я не знаю Грэг работал здесь в одиночку Фасад требовал чистки, как вы сказали И когда он хотел немного отдохнуть Он встал под черепом БАМ! Вероятно, многовековой камень треснул после пожара и рухнул Может быть, вибрации сверлильного станка потрясли каменную стену И хлипкая глыба просто упала Это вы так считаете Но если хотите знать мое мнение Здесь ничего не происходит просто так Этот замок заколдован И это всем известно Эти стены живые Если мы заделываем дыру, на следующий день она появляется снова Так же и с черепом Он ждал, когда кто-нибудь встанет под ним, чтобы прибить его Я знаю это! Не обижайтесь, сэр Но я не хочу быть следующим Что ты имеешь ввиду, Стив? Ты хочешь уволиться? Да Я сожалею, сэр Но я должен послушать свою жену Она с самого начала не хотела, чтобы я здесь работал Уважаемый Мюррей платил без задержек Не то что в Блэк Миррор Она так сказала Я должен слушаться ее Стив, подожди Я сожалею, сэр И я хочу дать вам только один совет Найдите человека, которого вы могли продать замок Кому-нибудь из ваших богатых американских друзей Если вы тоже не хотите попасть под каменный череп И Стив ушел Мудро прислушавшись к совету жены Покидает это место А вот Эдриан, похоже, не спешит прислушиваться к совету Стива Так Пустую канистру мы взяли Канистра бензина Разумеется, пустая Сначала нужно достать бензин, прежде чем я утащу его Попробуем применить пустую канистру Нет Давайте попробуем Совместить канистру с чем-то Можно представить, что творится в душе у Стива Только что на его глазах Погиб его друг И сотрудник В общем Нет Никакого Расположения К спунеру У нас, который там засел И Может быть Эдриан ему сейчас это выскажет Давайте Войдем в замок А, он уже ждал нас в холле Как я и догадывался Спектр, я думаю У вас ко мне вопросы Знаешь Я уже могу предугадать твои ответы Я уже знаю их И конечно у тебя есть отличное алиби Тем не менее Я был у доктора Винтерботом Так же как и в случае с залогом Можете спросить своего констабеля Ну пожалуйста Первоклассное алиби В общем Я не буду тратить свою слюну на беседу с тобой Я хочу только осмотреться здесь В большом замке полно древних артефактов Которые стоят целое состояние На огромном земельном участке Я смогу получить ответы на свои вопросы Мистер обманщик Довольно Я не собираюсь больше слушать ваши оскорбления Я не знаю что случилось с этим дурацким черепом И знать не хочу Я не искатель приключений на свою задницу И хватит уже все сваливать на меня Я владелец и лорд замка Блэк Миррор Могущественный лорд А кто вы? Мелкий Разжалованный коп А теперь убирайтесь отсюда И побыстрее Окей-окей Эдриан Для вас я теперь Сэр Эдриан Гордон Понятно? И осмотреть вы сможете здесь Все только после того Как предъявите ордер Вау Давно надо было так сделать Ну что же Никому не позволю насмехаться надо мной Неважно кто это Я не просто кто-то там Я Гордон И не какой-нибудь А Последний Последний По жалкой линии Маркуса И первой По могущественной линии Мордреда Да Теперь я один в замке Больше никого не осталось Наконец-то Я смогу отдохнуть Никому от меня ничего не надо Никаких халиби Никаких денег Ничего Я хотел сказать Кроме предка Который хочет получить мое тело В свое распоряжение Теперь мне нужно выяснить Что делать с этими менгирами О которых говорила Виктория Что я только что говорил Никому от меня ничего не надо Что Кажется это позвонили в передние ворота Ну что же друзья В нас говорил Мордред Мы это видели Боюсь что мы можем дотянуть до момента Когда От Эдриана уже не останется ничего И будет Первый Мордред В общем Спунер видел Как почернели глаза Эдриана Какой яростью Налился его Силуэт Скулы сжатые И так вот Немножко налив подливы Поспешно удалился отсюда От греха подальше Кто-то звонил сюда Возможно В почтовом ящике что-то есть Корреспонденция Письма Так что у нас здесь Пришла почта Газеты Пресса Письмо от Мюррея Что опять этому мошеннику надо До тех пор Пока вы не возвратите ключ От гостиничного номера Я вынужден снимать с вас По 100 фунтов в день За 5 дней набралось уже 500 фунтов Ну ладно Ты получишь их Так посмотрим Не знаю Когда я чувствовал себя так чудесно В последний раз Уж точно не в скучной жизни Дэрона Майклза Эта голова закрыта Раз и навсегда Дэрон в прошлом Теперь я официально Эдриан Гордон Мой паспорт переоформляют И я наконец ощущаю себя Гордоном Это как если бы я наконец прибыл Этот замок действительно Мой родной дом Черт возьми О чем я думаю Я только похоронил свою прабабушку Да еще и Грег умер А я думаю о своем замке Я мыслю как Мордред Но он ведь так приятен на ощупь Мингиры Виктория настаивала Чтобы я занялся поиском Мингиров Вокруг замка я уже видел Некоторые из них Я мог бы отметить их расположение На своей карте В итоге у меня будет четкий план Возможно он поможет мне Сколько же я должен найти Мингиров По моему Виктория говорила о шести Но я не очень уверен Пустой почтовый ящик Нет у нас письма Письма от Мюррея В инвентаре Значит Он просит Денег Нужно Пойти И рассчитаться с ним Эти пустынные дороги Помните как начиналось Первое черное зеркало После похорон Мы долго двигались по Пустынной местности Никто не проронил ни слова Да Когда ты здесь Двигался Сэмюэль Пустынная местность Так и осталась пустынной Вот это нежданно Хм Здесь не слишком просторно А как Мюррей зарабатывает деньги На этом хламе Ага Ящик для пожертвований Для близких родственников погибшего Как написано Ну разумеется Еще и камера Таким образом Мюррей может видеть Из отеля Жертвуют ли люди деньги Очень много всего В музее И Мюррей тут просто монополист Мусор Все что осталось от велосипеда Да Не осматривали этот мусор Велосипед Велосипед Констабеля Должным образом оснащен светом И принадлежностями для ремонта Надеюсь Зак не будет против Если я возьму принадлежности для ремонта Но вот это было опасно сейчас С велосипеда полицейского Зачем тебе это? Дэрон Очень сильно рискует наш герой Но берет вот такие принадлежности для ремонта Я позаимствовал у Констабеля ремонтный комплект Надеюсь он еще не скоро будет в нем нуждаться Надеюсь он не раскроет Что это сделал ты Я бы волновался больше об этом сейчас Посмотрим Можно ли его С чем-то совместить Разработчики позаботились о том С дискетой 5,5 дюймовая дискета С маской защиты от записи Однако для дискета это не особо необходимо У них есть специальная маленькая пластиковая часть Помните внизу такая Перемычка была на дискетах Не все о ней знали Так Никогда не знал что можно эти инструменты совместить с дискетами Кажется никого нет Интересно Куда отправилась доктор Вообще интересно Сейчас навестить все места Нам доступны и поговорить со всеми Теперь я живу в замке Мне незачем теперь встречаться с Мюрреем Но у меня все еще есть ключ от номера А этот старый мошенник будет только рад подвесить меня за грудки Привет Мюррей Всегда приятно вас видеть мистер Гордон Мистер Гордон? Ага А вы пригласили меня только потому что я последний потомок В печально известной аристократической семьи Разумеется все в деревне говорят о вас Ни о чем другом От вас не должно было ускользнуть то что я владею не только именем Но и всеми землями Блэк Миррор Мои искренние поздравления с этим замечательным наследием И конечно же искренние соболезнования по поводу потери вашей бабушки Ах Никогда еще Искренние Соболезнования не были столь лицемерны Про бабушки Если вы не прекратите нашинковывать своих туристов Я задумываюсь о том А не сделать ли мне отель из замка настоящий Гордон Пелос Но вы все украли даже название Мюррей Я могу подать на вас в суд за это Ясно вам? Я думаю что так и нужно поступить Мистер Гордон? Ну хорошо я признаю что у нас с вами были некоторые разногласия Но не забывайте что я всегда помогал вам Я тот кто вызволил вас из тюрьмы А также вы мне обязаны тем что я не оставил вас замерзать в лесу Вы были без сознания когда лежали там И я послал Фила чтобы он привез вас обратно в отель Будучи человеком чести Вы же не собираетесь вознаградить меня юридическим разбирательством Не так ли? Ваши так называемые благородные порывы Есть не что иное как холодный расчет Вы все делаете ради выгоды Не забывайте о фотографиях из вашего шкафа Которые однозначно доказывают что вы улучшили свое состояние благодаря шантажам А если я расскажу об этом вам крышка Мистер Гордон Взываю к нашей дружбе Дружбе? Ха-ха-ха-ха-ха Вы никто Просто жалкий паразит который выпивает всю кровь из своих посетителей Я слишком долго знаю вас Более того я уж позабочусь чтобы вы не нашли никого из кого можно высосать все деньги Я сам буду вашим паразитом Как думаете сколько вы меня протерпите? А? Червяк! А? Я буду смотреть как вы умираете Чтобы насладиться вашими муками И в один прекрасный день Вы проснетесь в подвале с трупами Если вообще проснетесь Красивая жизнь Не так ли? Мы отдаем ключ Я вернул ему ключ Пусть только попробует еще о чем-нибудь заикнуться Как же это легко Небольшой нажим И весь мир Будет валяться у вас перед ногами Ха-ха-ха-ха Кого еще я могу вылечить страхом? Тома? Или этого татуированного уголовника? Или эту странную старуху Которая все время убегает от меня? Для нервов это самое подходящее испытание Удивительно, почему я раньше так не делал? Конец страху и трусости Теперь я буду всеми командовать Черт! Это совсем не похоже на меня Больше на то, как в рассказе Виктории О том, когда Мордор начал меняться Он никому не доверял и со всеми был агрессивен Я должен серьезно взять себя в руки Мы получаем с вами открытие изображения Друзья, обратите внимание Это очень важно, потому что Если мы не придем в отель И не отдадим ключ Мюррею То мы это изображение не откроем Нет Будет лучше для нас обоих Если мы больше не увидимся Нет Нет Несколько ступеней ведут вниз за отель Я думаю, к реке Очень хочется исследовать музей Но сначала давайте уже знакомые на места посетим Телефонная будка Давненько мы не звонили Товарищу адвокату Все понятно На сегодня я узнал достаточно о моем будущем Может я перезвоню завтра Кому я могу позвонить? Течи номера я знаю Но я зузь уже умерли Да, это не очень приятно осознавать Так Мордред все больше заглушает Здравый смысл и рассудок В нашем герое Констабель Могу я спросить кое-что еще? А куда спунер исчез? Взял от гул до конца дня Подумайте сами Авария в замке его очень потрясла Бедняга У вас нет идеи, где скрывается Мэтт? В деревне я его не встречал Вчера его еще видели в пабе Но где он сейчас, понятия не имею Можете даже подать заявление о розыске Может В другой жизни Констабель А знаете, чем я занимаюсь сейчас? Я ищу демонические порталы Которые были построены здесь Потому что Святой Дух Не решался даже думать об Иисусе А, да Ну что ж Наслаждайтесь поисками До свидания Констабель Угу Я туда по доброй воле не пойду Оставлю его в покое До сих пор закрыто Хм, вот и доктор Видимо у нее обед Так, интересно Можно ли с ней здесь поговорить? Госпожа доктор Что тревожит твое сердце, Эдриан? Катастрофа Ну, похоже, она совсем уже не тревожит мое сердце Проклятие Абсолютная правда Эдриан Вы не должны внушать себе что-то в этом роде Я живу в замке всего лишь день И уже имеется первая жертва Рабочий Это не может быть совпадением Ох Увидимся позже До встречи Нет Я уверен, что Денис не должна работать в таких условиях Совсем не должна Как работает? Прекрасно Что я могу сделать для вас? Вы бывали в местном музее? Я очень люблю различные музеи Особенно археологические и исторические А разве музей Виллоу Крик достоин вашего внимания? Это больше похоже на недостойное внимание Мишанину Вы уже были там? Да, у нас тут несколько лет назад Когда там еще было на что взглянуть Я должен идти Почтите нас вскоре снова, сэр Лучше мне туда не входить Иначе Денис вообще меня сюда не впустит Так Проверим Пап Если можно туда войти Боюсь, как бы он не причинил какого-то Непоправимого вреда Тому Вряд ли Можно разобрать, что там написано Не думаю, что когда-нибудь здесь готовили что-то вкусное По меньшей мере за все то время Когда Пап принадлежал Тому У нас так много предметов Можно что-то попробовать Я не хочу ни пива Ни получить поносу Приход в Вормхилл у нас еще есть, друзья Но Так как нам стал доступен музей Давайте посмотрим музей Все изучим Мы были в нем во второй части Посмотрим, что ждет нас в нем в третьей части Но уже в следующей части этого прохождения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok